Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Вместе и сообща. Власти Куйбышевского района обсудили с местными жителями решение актуальных проблем. Моют пешеходные ограждения, красят урны, обрабатывают стволы деревьев. В Самаре продолжаются весенние работы по благоустройству города. Мотоцикл «Урал» – модели патрульных машин, форма сотрудников ГИБДД. В областной столице открылся музей госавтоинспекции. Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Совета ветеранских организаций. Он подчеркнул, что более 60 ветеранских организаций сегодня активно участвуют в общественно-политической жизни губернии, патриотическом воспитании молодежи, социальной защите ветеранов. С 1 декабря в области начала работу региональная общественная организация ветеранов СВО. Напомним, с военнослужащими Дмитрий Азаров встречается регулярно, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Губернатор поблагодарил ветеранские организации за помощь и взаимодействие с органами исполнительной власти. Сотрудники МЧС круглосуточно работают в подтопленных регионах страны. Кроме эвакуации жителей, спасатели также помогают животным выбраться из зон паводков. Жители тем временем собирают гуманитарную помощь для пострадавших от наводнений. 11 машин с необходимыми вещами и техникой собрали самарцы для пострадавших муниципалитетов 63-го региона и соседнего Оренбуржья. Подробности в сюжете. Моющие средства, постельное белье, спецтехника и многое другое. 11 машин с гуманитарным грузом направили в муниципалитеты Самарской области и соседний Оренбургский регион, где жители серьезно пострадали от паводка. Неравнодушные самарцы не остались в стороне и решили помочь людям, оказавшимся в беде. Федерация профсоюзов Самарской области передала пострадавшим насосы и тепловые пушки, чтобы вымыть и просушить все, что попало под воду. Все проблемы можно пройти, если вы вместе, если чувствуется плечо, плечо земляков, которые помогают. В рамках работы общественной палаты эти вопросы удается решать очень оперативно. Мы всегда помогаем людям, поэтому наши общественные организации, как общественная палата и профсоюзы, союз женщин, нотариальная палата, торговая промышленная палата, всегда в строю. И мы благодарим членов палаты, которые помогают нам, и мы осуществляем помощь тем людям, которые нуждаются в этой помощи. Присоединились к помощи и другие регионы. 200 килограммов концентрированного моющего средства передал Новосибирский завод бытовой химии, который вышел с инициативой направить продукцию пострадавшим от паводка районам. Мы смогли быстро, буквально в течение нескольких дней это организовать, и мы сегодня понимаем, насколько это важно. Понятно, что паводок уже пошел на убыль, но мы понимаем, насколько дорога ложка к обеду, поэтому сегодня в 10 муниципальных образований, которые пострадали от паводка, мы отправляем все, что они попросили у нас. Естественно, мы предложили нашим соседям из Оренбурга, они тоже подъехали за моющими средствами, которые, кстати, производит Новосибирский завод бытовой химии, но на территории Самарской области мы это отгружаем, и это тоже поможет им привести себя в порядок. Помимо этого, загрузили одежду и игрушки для семей с детьми. Это неоценимая помощь, поддержка со стороны Оренбургской области, благодарность жителям Самарской области, города Самара и, конечно, общественной палате Самарской области. И всем организаторам этой помощи, всем огромное спасибо. В Оренбурге за сутки уровень воды в реке Урал снизился на 39 сантиметров, но остаются подтопленными более 6,5 тысяч домов. В Самарском регионе, по информации областного главка МЧС, подтопленными остаются 4 моста, 173 дома и более тысячи приусадебных участков. В Богатовском районе введен режим ЧС и еще в 12 муниципалитетах режим повышенной готовности. Люди не остаются в стороне, и вся необходимая помощь по мере поступления заявок будет отправлена. Светлана Кудрявцева, События. Вместе и сообща. В Куйбышевском районе прошла встреча местных жителей и администрации для решения проблем в районе. О чем беспокоятся жители Куйбышевского и что предлагает им администрация, узнала Полина Чурюкова. Обсудили насущные проблемы и наметили пути их решения. В поселке Рубежный состоялась встреча главы Куйбышевского района и представителей департамента городского хозяйства с местными жителями. Она прошла в формате вопрос-ответ. Люди здесь неравнодушные. Накопились вопросы в очередной раз у местных активных жителей. Вопросы во многом абсолютно обоснованные, справедливые. Встреча прошла очень позитивно, как мне кажется. Самое главное, что не просто поговорили, а люди, я очень надеюсь, услышали конкретные ответы на свои вопросы. Собрали, объяснились. Результатом, значит, в конце концов будет то, что посмотрим, будут ли какие-то изменения в лучшую сторону. На обсуждение поднимались важные вопросы. Один из них – вопрос функционирования кладбища. Оно не оформлено официально, и профильный департамент сейчас активно занимается этим вопросом. В силу того, что большая часть этих земельных участков, на которых уже кладбище есть, принадлежит городскому округу Самары, мы начали процесс оформления. В рамках программы развития ритуальной деятельности на территории городского округа Самары мы поставили эти площадки на кадастры. Их оказалось две. Одна принадлежит Куйбышевскому району, а вторая принадлежит Самарскому лесничеству. Сейчас мы начали процесс вывода площадки, которая занимает 12 тысяч квадратных метров, и присоединяем ее к 24 тысячам квадратных метров. Также поднимались вопросы безопасности движения в поселке. Местные говорят, недостаточно тротуаров. Спикеры предложили работать сообща. Вместе определиться, где тротуары необходимы больше всего, и контролировать работу. Предложено в первую очередь обеспечить удобные подходы к детскому саду и школе в поселке. Давайте определять тротуары, наметившись приоритетных улиц, тихонечку будем двигаться в этом направлении. Без внимания не остались и вопросы содержания дорог, движения общественного транспорта, вывоза мусора и многие другие. Полина Чулякова, Николай Епифанов, События. В Самаре приводят в порядок пешеходные ограждения. В городе продолжается месячник по благоустройству. Одна из актуальных задач – создание эстетического вида города. Какие работы ведутся, узнала Елизавета Прокопенкова. Без пыли и грязи. В Самаре приводят в порядок пешеходные ограждения. Это один из актуальных видов работ второй половины месячника по благоустройству. В работу берутся не только пешеходные, но и бетонные барьерные ограждения на мостах, путепроводах и разделительных полосах автодорог. Рабочие трудятся круглосуточно, стараясь справиться с основным объемом задач ночью и ранним утром. Помимо мойки, ограждения еще и ремонтируют. По всей Самаре установлено 64 тысячи погонных метров ограждений. В текущем году отремонтируют порядка трех тысяч погонных метров. Из них 500 уже привели в порядок. Также ведется покраска ограждений. Покраски преимущественно подлежат ограждения ромбовидного типа и трубчатого типа. Они металлические, окрашиваются в серый цвет преимущественно для визуального эффекта, поддержания эстетического их состояния и плюс защита от воздействия окружающей среды. Также есть оцинкованные ограждения, такие как на улице Победы, которые только подлежат мойке, окраске они не подлежат. К настоящему моменту работы выполнены на улицах Полевой, Чкалова и Самарской. Все пешеходные ограждения окрашивают в серый цвет, установленный ГОСТом. Урны тоже приводят в порядок. Для них выбран зеленый цвет. Бордюры также не оставляют без внимания. На центральных и гостевых маршрутах для поддержания эстетического вида города и удобства водителей бордюры окрашивают в черно-белую палитру. На других участках улично-дорожной сети в белый цвет. При этом бортовой камень на многих объектах не красят. Работы ведутся на отдельных участках дорог. Для поддержания эстетического облика городских пространств стволы деревьев окрашивают водоэмульсионной краской. Выбор этой краски не случайен. Водоэмульсионка не смывается во время осадков, защищает кору от солнечных лучей. Мы уже на глаз это определяем, потому что не первый год красим. Метр двадцать мы берем и белим деревья. Это уже у нас какое-то профессиональное, уже не отберешь. Это ничего такого нету страшного. Нет, не тяжело. Уже 450 деревьев преобразились к летнему сезону. Работы организованы на гостевых маршрутах и центральных улицах. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Большой Средник прошел во дворах жилых домов по адресам Подшипниковой 24 и Революционная 48. На уборку вышли представители Самарской городской думы, молодежного парламента, участники молодой гвардии, ученики 58-й школы и местные жители. Убирали прошлогоднюю листву, ветки и мусор с газонов и детских площадок. Подметали дорожки, красили дворовое снаряжение. О том, как это было, расскажем в нашем сюжете. Жители домов на Подшипниковой и Революционной вышли на Средник. Помогают им Самарская городская дума, молодежный парламент, молодая гвардия и ученики 58-й школы. Это наш город, наш район. И хочется, чтобы было все чисто и все в наших руках. Городская дума традиционно заботится о благополучии родного края. Недавно провели экологическую акцию по уборке мусора с берега Волги. В планах высадить саженцы деревьев, кустарники и цветы в самарских дворах. Людям не безразлично, в каком состоянии находится двор. А наша задача, органов исполнительной, представительной власти, поддержать. Потому что многие из них – это люди старшего поколения, пенсионеры, которые сегодня и в рамках возраста своего недуга, даже некоторые спуститься не могут. Но благодарят за то, что молодежь помогает, не остается безразличной. Участие в уборке города доступно каждому. Необходимый инвентар можно получить в управляющей компании. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Всего 10 минут потребовалось сотрудникам Росгвардии на то, чтобы задержать подозреваемого в грабеже. Вечером злоумышленник зашел в магазин, расположенный на автозаправке в Безинчуке. Мужчина долго стоял, как будто что-то выбирал на витрине. Затем взял несколько товаров и скрылся. Оператор заправки нажала кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыла группа задержания вне ведомственной охраны Росгвардии. Уточнив, как выглядел грабитель, стражи правопорядка передали его приметы в дежурную часть полиции и другим экипажам Росгвардии. Затем отправились на его поиски. Через несколько минут в квартале от места происшествия патрульные обнаружили мужчину, внешность которого подходила под описание злоумышленника. Он, когда увидел служебный автомобиль, попытался скрыться от нас. Данный гражданин был задержан. При нем находились похищенные товарно-опециальные ценности. Мы его доставили на заезд для опознания. Сотрудницы его опознали. Далее мы его передали прибывшей следственной оперативной группе. Около двух тысяч организованных российских туристов в настоящее время находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в Минэкономразвития России. Среди оставшихся из-за непогоды в Дубае туристов есть и самарцы. Их количество неизвестно, но по сообщениям туроператоров, всех при сопровождении гидов доставили в отели, где заселили в комфортные номера и обеспечили питание. Проживание в отеле до отправления домой оплатили турагентство. Напомню, в Эмиратах произошел сильнейший за последние 75 лет шторм. От ливня и сильного ветра пострадал аэропорт Дубая. Из-за этого авиарейсы задержали. На данный момент погода стабилизировалась, рейсы возобновились. Далее коротко о других темах дня. В Думу внесен проект о штрафах для пользователей электросамокатов и велосипедистов. Среди основных предложенных мер ответственности указан штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования. Наказание в этом случае составит 30 тысяч рублей. За превышение скорости рекомендован штраф до 5 тысяч. За езду на электросамокате вдвоем до 3 тысяч рублей. За перевозку детей до 5 тысяч. За оставление места ДТП предлагается наказывать штрафом до 5 тысяч рублей, если такое нарушение не содержит признаков уголовного преступления. В Самарской области задержали 35-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных под предлогом оказания косметологических услуг. Общий ущерб, причиненный 26 клиентам, составил около полутора миллионов рублей. Как установили полицейские сотрудники косметологической компании, под предлогом предоставления бесплатных услуг приглашали клиенток в салон красоты. После тестирования сообщали недостоверные сведения о критическом состоянии кожи и волос. Затем директор салона предлагал клиентам пройти ряд косметологических услуг, за которые нужно было внести аванс. Суммы варьировались от 18 до 100 тысяч рублей. Деньги директор тратил на личные нужды, оказывать услуги не собирался. 35-летней жительнице Сызрани, работающей бровистом, в одной из соцсетей поступило предложение поучаствовать в конкурсе для бьюти-мастеров. Она откликнулась на предложение. Для участия неизвестный попросил заполнить анкету, одним из пунктов которой было заполнение банковских реквизитов для перечисления денежных средств в случае выигрыша. Подтвердив успешное заполнение анкеты, менеджер запросил код из СМС для проверки банковского счета. После того, как жительница Сызрани продиктовала комбинацию, с ее счета списали более 40 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Самарской области. Здесь каждая вещь – это живая история службы. В Самаре появился музей ГИБДД. В коллекции архивные документы, форменная одежда и специальная техника. Также на территории установили парту героев в память о подвиге Александра Соколова, сотрудника милиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Ксения Баканова расскажет подробнее. Под контролем этого ведомства – безопасность на дорогах. В Самаре открылся музей ГИБДД. За стеклом – модели машин всех калибров и назначений, водительские удостоверения, шевроны, медали и специальная техника. Все вещи и материалы – это живая история службы. Гордость коллекции – мотоцикл «Урал». Настоящий раритет, рассказывают сотрудники музея. На нем инспекторы ДПС трудились до 1982 года. От коляс мы, в общем-то, отказались, потому что менялось время, менялись скорости, менялась техника и уже не успевали с этим мотоциклом. Появились одиночные мотоциклы и машины современные. К оформлению пространства решили подойти творчески. Каждый уголок уникален по-своему. Можно увидеть мигающие светофоры и проблесковые маяки. На посту в зале – фигуры как рядовых сотрудников, так и юных инспекторов движения. Знакомьтесь, это Гришенька. Так работники музея называют этого манекена. Я думаю, лучше ходить в такой музей, где можно, не знаю, потрогать эти вещи. Можно поближе на них посмотреть, а не в рамках. Можно, например, шлем вот этот одеть, пофоткаться. Также здесь можно узнать о подвигах сотрудников госавтоинспекции. В 1983 году дорожный инспектор Александр Соколов сопровождал колонну автобусов, которая перевозила рабочих авиационного завода. Увидев, что на них несется потерявший управление больше груз, сержант перегородил дорогу. Ценой своей жизни он спас несколько сотен заводчан. В музее в честь подвига правоохранителя установили парту героя и возложили цветы. Александр Соколов посмертно награжден Орденом Красной Звезды. Он считается для нас всех примером долга, мужества. То, что он совершил этот подвиг, и вся школа наша считает его героем. И все стараемся равняться на него. По словам организаторов, коллекцию музея собирали по крупицам. И это не предел. Она будет пополняться. Со своей стороны, как начальник отдела госавтоинспекции города Самара, я обещаю поддерживать данное движение, оказывать всю помощь, оказывать всяческое содействие ветеранам, в первую очередь, органам госавтоинспекции. Для гостей двери музея открыты по адресу улица Ставропольская, 104. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Читать, предполагать, прислушиваться к своим ощущениям. Придумать имя для ребенка – настоящее испытание для многих родителей. Как найти такое, чтобы было красивым, оригинальным и современным? В год семьи мы спросили у самарцев, как выбрать имя для ребенка. Вот что они рассказали. Я ждала момент, когда уже увижу дочку и определюсь с именем. Как только я взяла ребенка на руки, я сразу поняла, что это Злата. Ну, конечно, это коллективно нужно делать с женой, в первую очередь, советоваться. Я лично против, чтобы называть какими-то редкими именами. Лучше там Иван, Александр, Дмитрий, Сергей. Самые лучшие имена. Мне кажется, это как-то по наитию должно быть. Ну, вот что-то либо очень хотеться много лет. Но вот у меня, например, есть такое, что у меня есть какие-то определенные имена, которые нравятся. Если там, да, из какого-то религиозного, например, соображения рассматривать, тоже как бы по церковному календарю. То есть, ну, разные есть определенные, да, такие вот факторы. Я знаю людей, которые задолго до рождения ребенка знают, как это будет звать. Знаю людей, которые придумали буквально в роддоме имя. Поэтому мне кажется, все-таки важнее посмотреть на то, как это все будет сочетаться и то, как это будет соотноситься. Потому что вы вроде как пошутили, а ребенку с этим жить потом. Кто-то верит в лексические какие-то значения, кто-то верит в то, что имя определяет судьбу. Все-таки считаю, что это не сильно влияет. И все зависит исключительно от того, что ты вкладываешь в имя будущего ребенка. Поэтому то, что тебе нравится, то, как ты мечтал назвать своего ребенка, так и нужно. Говорят, что в честь кого-то не нужно это. Они свою жизнь прожили, им у них свои имена. И ни к чему это. Надо какое-то новое новшество. Детям дают сейчас красивые имена. Как по мне, преимущественно, конечно, нужно выбирать, чтобы оно сочеталось с отчеством. То есть, чтобы оно звучало красиво. Сначала надо на ребенка посмотреть, потому что можно подбирать разные варианты, но они будут не соответствовать, скажем так. Вот. У нас такое было. Вот пришлось выбирать другое. Вот. Семейно сидели, собирали, советовались. В целом я для того, чтобы выбирали любое имя, а главное то, чтобы потом, в будущем, никто не жалел об этом. Именно в том, чего. Почти 4 тысячи работ участников из 42 регионов России. На заводе РКЦ «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «Космофест». Почему конкурс пользуется таким успехом и кто стал победителем в нашем сюжете? Педагог Светлана Чижова на конкурс представила работу своего сына и по совместительству ученика Артема. Мальчик мечтает, чтобы в Самаре появился парк космических аттракционов и изготовил макет, который покорил сердца жюри. Он увлекается конструированием и ему пришла в голову идея достопримечательности новой Самары. Это парк космических аттракционов. В этих аттракционах он использовал разные конструкторы для создания. Там есть аттракцион, погружаясь в который мы можем наблюдать взрыв метеоритов даже и бороздить космическое пространство. На заводе РКЦ «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «Космофест». Он проходит с 2018 года. В этом году фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 40-летию со дня выхода в космос Светланы Савицкой. У молодежи заинтересованность очень высока. Есть хорошие люди, ребята, перспективные ребята, которые нестандартно мыслят, которые действительно хотят свою судьбу в дальнейшем связать именно с постройкой ракет, спутников, развития этой инфраструктуры. Мы таких людей отслеживаем и стараемся, конечно же, бороться за них, чтобы они пришли работать в дальнейшем уже к нам. Этот конкурс чрезвычайно важный и интересный. Мы видим этот интерес со стороны образовательных учреждений Российской Федерации. В нем участвуют дети разных возрастов, от детского сада до старшеклассников 10-11 класса. Есть также номинации для учителей, которые непосредственно занимаются с детьми в детском саду, в школах, которые заняты в системе профориентации. В этом году на конкурс, который стартовал в феврале, работы представили более 8 тысяч участников. Это дошкольники и школьники из 40 регионов Российской Федерации. За победу боролись 3991 участник. Это крайне важно, прям с множеством воскресательных знаков хочется это подчеркнуть, потому что именно молодежь, именно дети – это наше будущее. И именно с этого возраста, вовлечении их в конкретное направление, ребенок все-таки должен сам выбрать потом. В этом во всем спектре IT-специальностей он должен выбрать сам. По своему характеру, по своему личностным каким-то качествам, по интересам, чтобы самое главное сохранялось всегда на будущей мотивации. И данный фестиваль как раз и является неким олицетворением именно мотивации людей. В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова проводится целый ряд мероприятий для сплочения цифрового сообщества. В регионе реализуются такие федеральные проекты, как «Урок цифры», «День цифры», «Код будущего». В дальнейшем интерес детей к космической теме может привести их в профессию, связанную с инженерными, техническими и IT-специальностями. Все эти направления сегодня чрезвычайно важны для развития России. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. На этом участке с 25 апреля по 20 мая вводится запрет на стоянку транспортных средств. Все необходимые знаки в ближайшее время будут установлены. В случае нарушения запрета парковки будет задействован эвакуатор. Будьте бдительны, информирует телеграм-канал Департамента транспорта Самары. До 15 октября в регионе установлен особый противопожарный режим. В установленный период на территории Государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. При установлении 4 и 5 классов пожарной опасности в лесах министерством будет ограничиваться посещение лесов. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф, пишет телеграм-канал Красноглинского района. В Кировском районе прошел этап соревнований по мини-футболу. Матч проходил на территории школы номер 157, и это был завершающий этап игры. В финале состязались девочки ловкие, быстрые, спортивные и позитивные. Так можно охарактеризовать участниц соревнований. Они продемонстрировали не только отличную игру, но и дух спортивного соперничества, сообщает телеграм-канал Кировского района. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok